Добрый день! Сегодня на обзоре очередная трофе-модель от торговой марки FGT Challenger под артикулом EX86-170. Поставляется модель вот в такой яркой коробке, а внутри мы получаем сам автомобиль, аппаратуру управления, инструкции по эксплуатации на английском языке, но самое главное, что в ней есть схема разборка всей машинки с указанием всех артикулов и запчастей. А также мы здесь получаем дополнительные наклейки RGT и вот такие наклеечки, которые необходимо будет разместить на борт автомобиля. И вот так он будет смотреться уже с наклейками. Безусловно, смотрится он прям поинтереснее. В целом, конечно, кузов у нас идет лексановый, не супер какой копийный, но есть у нас зеркала, есть у нас некий борт, теперь он с наклейками смотрится более симпатично. Здесь у нас располагается полноразмерная запасочка, здесь у нас чисто декоративные вроде как элементы охлаждения, там есть кулеры, но они чисто имитационные, потому что там ничего не крутится. Но, опять же, внешка в целом очень-очень неплохая. Это у нас новинка 23-го года, по-моему, анонсировалась она в конце 22-го года, но в продаже появилась 23-го. И на самом деле модель прям стоит своего внимания, потому что здесь реализовано ряд интересных фишечек, про которые хочется отдельно рассказать. Вообще, торговая марка за последние несколько лет начала прям выпускать с года в год, в принципе, очень интересные машинки, не сильно уступающие качеством именитым брендам. Ну, давайте, безусловно, в именитых брендах есть там чуть больше проработанности каких-то нюансов, элементов. Это все-таки более бюджетные версии, но при этом они действительно очень качественные, показывают хорошие результаты. И с каждым годом производитель добавляет какие-то новые модели с новыми фишками, которые прям интересно и обозревать, и, соответственно, катать и использовать. Начнем с того, что у нас здесь установлены портальные мосты, соответственно, как передние, так, соответственно, и задние. Поэтому клиренс у машинки достаточно большой. Второй момент. Мосты у нас, основания мостов, они идут полностью металлические. То есть ступицы, то есть поворотный кулак, держатель, этот редуктор с понижением, он у нас идет в пластиковом корпусе, но сама вот эта центральная часть и крышка идет полностью металлическая. Также в металле мы здесь получаем привода и у нас полностью металлические линки. Соответственно, 4 впереди и 4 сзади. Длина автомобиля 502 миллиметра, а его ширина 258. Высота 246, колесная база 313. Вес автомобиля без аккумулятора должен составлять 3,2 килограмма. В принципе, достаточно увесистая машинка, то есть в сравнении с рядом моделей она действительно в базе получила хороший вес. Колеса здесь установлены 120-й, шириной 45 миллиметров, диски 1,9 дюйма. И хочу прям отдельно остановиться на данной резине, она здесь действительно очень мягкая. То есть в сравнении с моими модельками RGT, то есть у меня на сегодняшний момент есть крузак RGT 86190, есть двухосевая 86180 Pro, соответственно, это будет у меня уже третья моделька от данной торговой марки. И вот данная резина самая мягкая из всех трех. На самом деле в линейке RGT есть модель 86181, тоже похожа на этот пикапчик. И там резина еще мягче, но там протектор он менее ярко выраженный. То есть, например, на крузаке протектор очень яркий, но резина она такой средней по мягкости. Здесь же резина действительно прям мягенькая, даже сейчас просто вот в стоящее положение, когда машинка не едет, видно, что резина немного проминается. Достаточно мягкая подвеска, здесь установлены смасляные амортизаторы, корпус полностью металлический. И установлена двойная пружина, то есть с одной стороны пружинка у нас сверху идет полевая жесткая, а снизу более мягенькая. Соответственно, с помощью отдельных регулировок мы можем каждую из пружинок регулировать, тем самым немножко поднастраивать свою подвеску. Передний амортизатор у нас установлен в стандартном положении, по-моему, здесь у нас регулировок нету, а вот задние амортизаторы там имеют множество вариантов их расположения, то есть также можно с подвеской немножко задней поиграться. А еще, если вы не обратили внимания, клипс на кузове нету. Снизу под передним бампером находится такая заглушечка, которую мы просто поворачиваем, она выходит как бы из пазика, и, соответственно, кузов у нас откидывается. Но когда мы поднимаем кузов вот до этого положения, у нас здесь натягивается провод, идущий непосредственно к фонарям. Чуть сильнее дернули, он у нас просто выскакивает. В принципе, потом в любой из слотов мы вставляем здесь просто плюс и минус, у нас подсветка будет гореть при просто включении автомобиля, но в любом случае это какая-то недоработка. Могли бы элементарно либо провод сделать подлиннее, чтобы когда мы полностью откинули, он был просто в натяжку, либо как-то здесь отдельно проложить, подключить, чтобы он здесь у нас не мешался. Мне кажется, решение, опять же, простое, немножко недоработано. И второй момент, который мне не нравится по кузову, это то, что в этом положении он уже начинает упираться у меня в колесо, и, соответственно, вот это как бы такое оптимальное положение. Я, конечно же, могу и дальше прогибать, но в данном случае у меня прям колесо сильное уже проминается, с ним, скорее всего, ничего, конечно, уже не произойдет, но это, опять же, неудобно, потому что как только я отпускаю, он начинает у меня падать. Мне кажется, опять же, логично было бы немножко, может быть, колесо, либо приподнять. Видите, оно у нас лежит здесь вот в таком положении, могли бы элементарно вот так его положить, опять же, было бы пространство, оно бы, кузов, возможно, падал бы чуть сильнее, он бы фиксировался, и не было бы проблем, потому что, как бы, достать аккумулятор здесь не проблема, вот так придерживаем рукой, достаем, но было бы, опять же, приятнее, если бы это все было зафиксировано, ну, или хотя бы, не знаю, какую-то стоечку, сюда бы так придумали, она так зафиксировалась, она держится. Можно, конечно, самостоятельно заморочиться, я бы, например, вот здесь сделал бы не новин, который нужно будет откручивать, чтобы снять запаску, а, например, какую-то ось, знаете, там, гайку с таким барашком, легко открутили, там, два поворота сделали, сняли запаску, откинули. Кстати говоря, опять же, запаску можно использовать при проезде по каким-то локациям, как некий сентрак, да, подложили под колесо, и по нему уже поехали. Опять же, чтобы был быстрый допст, здесь, соответственно, запаска у нас полностью прикручена. Кстати говоря, по поводу резины, резина у нас здесь клеенная, то есть это не бэдлоки, и второй момент, запаска у нас полноразмерная, то есть если что-то сломалось, не знаю, там, диск, мы порвали, можем снять запаску и, соответственно, установить на автомобиль. Забыл еще проговорить, что на бортах имеются некие выемки, то есть лексановый кузов туда как бы вставляется, и, соответственно, сидит он плотный, и у нас уже здесь не болтается. И лексановый кузов у нас состоит из двух частей. Вот эта часть кабины, там внутри имеется небольшой каркас, и, соответственно, задняя часть, она также имеет пластиковый каркас, и, соответственно, облицовочка уже идет непосредственно из лексана. Подключил автомобиль, и давайте параллельно буду еще рассказывать про данную аппаратуру, потому что она у нас здесь восьмиканальная, и у нее, кстати говоря, есть своя небольшая фишечка. Если мы снимем крышку батарейного отсека, мы увидим, что для докомплекта данной машинки нам не нужны как минимум четыре пальчика батарейки. Но фишка данной аппаратуры, то, что здесь, как видите, в центре, по факту вырезан кусок, и имеется GST-разъем для подключения аккумулятора. То есть, если мы хотим, мы можем просто использовать какой-то небольшой аккумулятор, подключить через данный разъем, и, соответственно, пользоваться уже именно аккумулятором, а не батарейками, которые могут периодически у нас садиться. Аппаратура, само собой разумеется, работает на частоте 2,4 ГГц, со стандартно-пропорциональным управлением. Единственное, здесь с кнопочками не совсем все понятно, потому что, ну, понятное дело, что первый канал встречает за повороты, второй канал за управлением. Здесь у нас сверху 3-й, 4-й канал отдельные кнопочки. Потом у нас нету 5-го и 6-го. У нас сразу идет 7-й канал почему-то. Это трехпозиционное положение. Потом 8-й, 9-й и 10-й. Также просто кнопочки. Куда они дели 6-й и 7-й не знают. Скорее всего, это связано с тем, что в приемнике там просто идет отдельное распределение каналов, и там выведены отдельные каналы просто для света, и, скорее всего, здесь они просто не подписали. Здесь у нас есть управление светом. Это у нас 9-й канал. Единственное, что два вот этих фонаря, они у нас горят стационарно. То есть мы их включили, включили машинку, они у нас загорелись. Но если мы нажимаем на 9-й, у нас загорается подсветка вот здесь в бампере светодиодная. Нажимаем еще раз. Кнопочка у нас начинает моргать, и, соответственно, светодиоды здесь также начинают моргать. При необходимости нажимаем, и оно у нас просто выключается. Я машинку немножко уже более детально рассмотрел и немножко поэкспериментировал. Подумал, а почему бы мне не запитать данный верхний свет с нижним и, соответственно, управлять полностью включением-выключением света с данной кнопочки. Но, к сожалению, у меня этого не получилось. То есть сначала я просто припаял провода. Включаю, у меня, говорит, либо это, либо, соответственно, это. При том, что по своей как-то логике она работает. Потом я прокинул провода и удлинил их прям непосредственно до светодиодов. Разобрал. Непосредственно к контактам самой платы подвел провода. И у меня аналогичная ситуация. У меня либо начинает гореть верхний, либо, соответственно, нижний. То есть я начинаю там подавать питание, у меня загораются верхние, тухнет нижняя. Скорее всего, либо мощности данной платы не хватает, либо что-то еще. Но, в общем, мне не получилось это реализовать. Может быть, потом как-нибудь заморочусь, это переделаю. Но, по факту, стационарий здесь у нас всегда горят. Здесь мы можем отдельно управлять светом. В данном автомобиле у нас установлена двухскоростная коробка передач. Это у нас седьмой канал. То есть сейчас мы нажимаем. И у нас работает первая скорость. Останавливаемся. Нажимаем кнопочку. Слышим переключение. И у нас включается вторая скорость. А еще передняя и задняя ось крутятся у нас с разной скоростью. Это связано с разными передаточными числами. То есть вот здесь на высокой скорости это достаточно наглядно видно. Далее, с помощью седьмого канала, трехпозиционный переключатель, который располагается вот в этой части, мы можем отключать заднюю ось. Мы устанавливаем его в центральное положение. И теперь у нас крутятся только передние колеса. Задние же колеса, они крутятся свободно. То есть они у нас просто разблокированы. Если данный переключатель мы сместим еще, в данном случае у нас задняя ось полностью заблокируется. И она у нас не будет крутиться. Это некий див-юнит, который нам необходим для того, чтобы мы могли развернуться, например, на месте. То есть вот у нас есть препятствие, стоит автомобиль, мы хотим его объехать. Мы поворачиваем колеса, нажимаем газ. У нас колеса, как видите, заблокировались. То есть задняя, видите, не крутится. И машинка практически полностью разворачивается на месте. То есть видите, опять же, вот ГРАЗ. Единственное, проговорю, что вот отключение заднего моста и управление только на переднем приводе, это скорее просто фишка, но не функционально. Потому что это у нас трофе модели, она предназначена для преодоления препятствий, преград, там, не знаю, толкать снег, грязь и так далее. Ехать там в препятствие без отсутствия дополнительной тяги, конечно же, результаты будут значительно хуже. Но, возможно, это реализовано для того, чтобы как раз-таки сделать более плавное переключение для блокировки заднего моста. И вообще, на самом деле, настоятельно рекомендую делать это все поэтапно. То есть если мы ехали вот на полном приводе, да, то есть все четыре колеса у нас принудительно крутятся, не стоит прям переключать сразу, то есть включать див-юнит, чтобы там здесь на месте повернуть. Потому что в данном случае шестеренки, знаете так, машинка новая, и здесь сейчас все переключается, все очень четко, как бы вот мы повернули, все, он заблокировался, то есть чуть-чуть она проворачивается, то есть шестеренки у нас зажимаются, и она у нас поехала. Но я ее, так сказать, немножко же тоже покатал, немножко попробовал, и у меня было, по-моему, пара моментов, когда я прям переключаю вот так же резко и прям слышу, как шестеренки очень резко вщелкиваются, очень достаточно громкий шум, думаю, что, условно говоря, износ данных шестеренок, он будет сильно увеличен, если мы будем делать вот так. Поэтому рекомендую, что просто сначала переключили, если есть возможность, место немножко дали машинке, буквально там чуть-чуть проехать, соответственно, потом это все дело разблокировали. То есть видите, даже она сейчас не сразу включилась, хотя я нахожусь в среднем положении, что задние колеса у нас уже должны быть полностью разблокированы, то есть она должна была чуть-чуть проехать, чуть-чуть их провернуть, шестеренки разъехались. То есть если есть такая возможность, лучше все-таки делаем это поэтапно. Десятый канал, нижняя кнопочка, по факту, у нас здесь ни за что не отвечает. Звук печания у нас есть, но по факту ничего не переключается, ничего не происходит. Скорее всего, канал в данном случае свободный, по нему мы можем сделать что-то свое. А вот верхние две кнопочки, которые расположены прямо в самом верху, это у нас управление лебедкой, потому что в данной машинке у нас установлена сразу в базе лебедка, которая размещена в задней части. Давайте сначала покажу ее функционал, а потом ее саму. Нажимая левую кнопку или третий канал, у нас лебедка начинает разворачиваться. Опять же, она у нас управляется от приемника, поэтому скорость у нас здесь небольшая, но там у нас установлена полноразмерная серва на 25 килограмм. Как говорит производитель, такая лебедка сможет тянуть груз до 15 килограмм. То есть вес машинки у нас 3,2. То есть мы четко понимаем, что даже где-то в грязи, в снегу, она у нас должна собственную машинку вообще без проблем вытягивать. Кнопочка рядом, он же четвертый канал, у нас этот лебедка, соответственно, закручивает обратно. В принципе, у нас здесь на крыше даже есть отверстие, куда ее можно вот так вот зацепить. Но с пониманием, что если мы так делаем, когда мы откидываем кузов, здесь натягивается, прям упирается, ну не очень. Либо оставляем ее такую немножко свободную, чтобы она немножко так болталась. Она, в принципе, отсюда вываливаться не будет. Ну, либо просто там цепляемся за крючки, которые у нас расположены в заднем бампере. Опять же, полностью ее не затягиваем, потому что когда начинаем поднимать кузов, она в нее упирается, она начинает туда залетать, и потом ее оттуда не очень удобно вытаскивать. Поэтому оставляем небольшое прям расстояние. Характеристика показана, что длина данного троса составляет 90 сантиметров. Но я вот ее максимально вытянул, померил, у меня вышло 75. Скорее всего, это вот погрешность этих 15 сантиметров, потому что, скорее всего, полностью длина троса, она действительно 90. Но у нас она здесь закручена, затянута, там она закручена, там плюс она до сервы идет. Вот эти там как раз таки 10-15 сантиметров, возможно, теряются. То есть длина функциональная, это примерно 75, ну, может быть, 80 сантиметров. Давайте проговорю еще несколько моментов. Первый, в задней части у нас располагаются вот такие вот элементы в виде некого колена. И, как указывает производитель, это необходимо для того, что при езде на максимальной скорости у нас задняя часть не прыгала, она как бы поглощала вот эти скачки, и машинка лучше там ехала на максимальной скорости. Но, опять же, это у нас трофе модель, и по большому счету это нам особо не нужно. И сам же производитель указывает, что при необходимости эти элементы мы можем снять, и тем самым ходы подвески у нас как бы здесь увеличатся. В целом здесь ходы подвески, они не маленькие. Но, если мы посмотрим, то есть передняя у нас хвост поднимается выше, задняя, соответственно, поднимается ниже. Опять же, сейчас покатаю, потестирую как есть, базово, стандартно. Вот будем катать максимально. Потом это отдельно сниму, протестирую, покажу, в чем будет отличие. Но я, скорее всего, используюсь в отдельном видео. И еще два момента по поводу аккумулятора. Смотрите, в базе мы получаем здесь аккумулятор на 6200 мА, 7,4 В, стока отдачи в 30С. Обращаем внимание, что по комплектности это все, то есть зарядного устройства, в машинке нет. То есть приобретая машинку, мы получаем пульт, машинку, инструкцию, наклейки, аккумулятор на борту. Но мы не получаем зарядного устройства. То есть, чтобы декомплектовать максимально машинку, нам нужно 4 пальчиковые батарейки для аппаратуры или маленький аккумулятор с разъемом GST. И нам нужно отдельное зарядное устройство, как минимум для аккумулятора 7,4 В. И еще один небольшой минус по данной шайске. Смотрите, здесь провод, идущий от светодиодной вот этой люстры, которая уходит непосредственно в приемник, он лежит на такой площадочке. Вот эта площадочка нужна для крепления как раз-таки кузова. И по факту получается, что пластик прижимает пластик, соответственно, зажимает этот проводок. То есть сейчас я там хоть 10 раз открою. Я, конечно, там ничего не передавлю, но, не знаю, там 50-100 раз открывание-закрывание кузова приведет к тому, что данный проводок рано или поздно мы просто переломим. Поэтому рекомендую это немножко сразу заморочиться. На самом деле здесь все достаточно просто. Можно проводок немножко проложить сбоку, не знаю, на какой-нибудь термоклей его приклеить, там к бортику прижать. Можно взять какой-то инструмент и просто как бы некий желобок сделать, чтобы проводок туда утопить. И здесь достаточно толстый пластик. В принципе, повторюсь, чуть-чуть подточить, положить и не передавим, и мешаться не будет. В общем, вот эта вещь тоже стоит сразу немного доработать. Так, ну и давайте немного пройдемся по электронике. Кратенько, быстренько. Двигатель коллекторный, щеточный на 35Т. То есть на самом деле очень неплохое решение. Так как, видимо, здесь у нас двухскоростная коробка. Мы получаем и адекватную скорость, ну и, соответственно, получаем хорошую, достаточно плавность. То есть на многих машинках РГТ обычно устанавливают туда двигатель 21Т. Они достаточно рисковаты. Здесь же все-таки машинка, она такая чуть более плавная. Управляется это у нас регулятором оборотов кубивинговским 1060 с поддержкой 2 и 3С аккумулятора. То есть, в принципе, смело можно туда поставить 3С аккумулятора. Машинка прибавит прям скорости. Опять же, за счет того, что у нас система будет более мощная, плавность мы немножко потеряем. Поэтому тестировать данную машинку будем сегодня только на 2С, а уже в отдельных видео сниму как раз-таки вот тот элемент. И прям покатая, наверное, на 3С покажу, какая будет разница. Но тестировать будем на базовом аккумуляторе. За поворот у нас отвечает сервомашинка стандартного размера на 25 килограмм. Редуктор здесь у нас идет металлический. Серво, кстати, установлено у нас на переднем масте. Данную сервочку я уже прям разобрал, посмотрел. Смазка там в редукторе имеется. По поводу влагозащиты. Она указана, что она здесь есть. И, в принципе, провода, например, выходящие серво, они там прям-то конкретно смазаны герметиком с внутри, с внешней стороны. Все очень хорошо. А вот внутренняя плата, она даже, наверное, покрыта каким-то лаком. Но это такое ощущение, что просто мазанули. По контуру там есть уплотнительные резинки. Но резиночка, она настолько тоненькая, что это, наверное, даже смешно. Там, ну, честно говоря, я даже не знаю, есть ли какой-то в ней ток. Обычно, где имеется влагозащита, даже в районе винтов, там либо герметик добавляют, либо укладывают такие маленькие тоже прорезиненные уплотнители, чтобы влага туда не попадала. Здесь, соответственно, ничего нет. То есть, влагозащиты как бы у серво есть. То есть, с точки зрения эксплуатации где-то через какую-то лайтовую лужу проехаться, по снежку покататься. Прям, пожалуйста, катаемся, не заморачиваемся. Но если во все тяжкие машинка вот так, то задумываемся о том, что такая серва, скорее всего, проживет не очень долго. Краткое ответвление. Аппаратура у нас запищала. То есть, машинка включена, аппаратура включена. Но мы ей не пользуемся. То есть, если сейчас я вот ее... Пищать она у нас перестает. То есть, если мы куда-то поставили и забыли выключить аппаратуру, через какое-то время она начинает выдавать звуковой сигнал, говоря о том, что ты как бы либо пользуйся, либо просто выключи. Не нужно садить батарейки, либо аккумулятор. С этой стороны у нас расположены две микросерва. Одна она отвечает за переключение двускоростной коробки. Вторая отвечает за блокировку, соответственно, заднего моста. Важный момент. Микросервочки здесь не самые надежные. Потому что, вот смотрите, раз машинка, два машинка. Прям новая-новая. Почти-почти новая-новая. Была еще третья, которую я послушал. И везде они буквально там по чуть-чуть, но шумят. То есть, бывает, переключаешь, тишина. Там включил вторую скорость, раз, зашумело. И шум этот не прекращается. Он очень тихий, потому что, скорее всего, она чуть-чуть не докручивает. То есть, они достаточно слабенькие. Они походят, они поживут. То есть, у меня там у РГТ-шки, они как бы даже сколько-то пожили. То есть, в принципе, сколько я с людьми разговаривал по поводу РГТ и вот этих сервочек. Они у них ходят. Но ходят, как правило, не очень уж прям долго. Поэтому за этим прям следим. Если услышали, что серва начинает выдавать звуковой сигнал, то есть, сразу ее отключаем, потому что, скорее всего, она зажалась и начнет очень быстро греться. И второй момент, что если услышали просто вот эти пищания все громче и громче, задумаемся о приобретении дополнительных таких сервочек и потом их, соответственно, замена. Опять же повторюсь, у кого как, у кого-то очень долго ходят, у кого-то там относительно быстро отлетают. Но за этим лучше прям посматривать. В задней части у нас располагается еще одна серва-машинка. Она у нас идет 25-килограммовая, так же, как и передняя. Единственное, она у нас идет на 360 градусов. То есть, это у нас лебедка. Она закручивается и выкручивается по максимуму. И также редуктор у нас идет там металлический. Самое интересное, что она у нас, во-первых, полноразмерная. То есть, не какую-то там супер-мега лебедочку поставили микро, а прям нормальная стационарная серва. И очень прикольный момент, что здесь у нас идет, не знаю, как бы некий желоб такой металлический, который четко выведен в задний бампер, чтобы тросик нигде не цеплялся. Он там не закручивался, не перекручивался, ни за что не цеплялся. С этой стороны у нас располагается приемничек, и он закрыт в некий такой бокс. Он абсолютно не влагозащищенный. Это просто скорее бокс для того, чтобы держать приемник, и он там не болтался. Как понимаете, каналов здесь много, все подключено. Есть отдельно свободный канал. То есть, если сходим в какой-нибудь кулер поставить или еще что-то, абсолютно, пожалуйста, втыкаем. Там 10 канал, как я вам проговаривал, он вообще пустой. Можем вообще, не знаю, там поставить через какой-нибудь модуль этот кулер, что включили и выключили, если нам это нужно. Обращу внимание по поводу приемника. Два момента. Первый момент. Я его также вскрыл. С нижней стороны видно, что она покрыта лаком. А вот сверху, то есть верхняя часть платы, она вообще ничем не покрыта. То есть, ну давайте так, там такое ощущение, что может быть где-то лак и есть в каких-то элементах, но его настолько мало, что вот за приемничком я бы на самом деле следил. И его бы сильно не топил, а лучше либо я его сразу в какой-нибудь герметичный бокс, либо открыть, скрыть, загерметить, там, не знаю, лаком покрыть. Там, ну вообще вариантов того, как закрыть, загерметить, обезопасить электронику. Огромное количество на ютубе можно посмотреть. Но, в общем, с ним бы я заморочился, потому что, как понимаете, аппаратура восьмиканальная, плюс там приемник. Горица придется искать либо ровно такой же, что уже будет проблематично, либо полностью менять комплект аппаратура плюс приемник, да еще и чтобы сразу было восемь каналов, будет как бы недешево. Единственное, проговорю момент, что вот на аппаратуре написано РГТ, на приемнике тоже написано РГТ. Но если вы вскроете приемничек, саму плату, вот этого перевернечка перевернете, там прям на самой плате написано Дамба РС. Как и большинство китайских производителей, они берут какую-то электронику уже базовую, то есть там, например, в регулятор это хобби винговские. Соответственно, аппаратура и приемник это не аппаратура и приемник от торговой марки РГТ. РГТ у нас занимается производством машинок, то есть они разрабатывают шасси, они ее там собирают, устанавливают, что делают. Опять же, там, скорее всего, какие-то там элементы они сами не делают, они их просто как бы отдельно заказывают и комплектуют, и под своим бренд выпускают непосредственно машинки. Но там конкретно, возможно, двигатели они не делают, хотя на них написано РГТ, они также не делают электронику. Они ее берут, и, соответственно, берут они ее от торговой марки Дамба РС. Поэтому, если у вас сгорел данный приемник, вы не хотите покупать отдельный комплект Пульт плюс приемник, просто ищем приемник Дамба РС. Там, скорее всего, на нем даже какая-то маркировочка есть, элементарно просто по внешнему виду ищем, чтобы она была вот с таким же количеством каналов и подходила вот к данной аппаратуре. Кстати говоря, стекла тонированные. Если внимательно присматриваться, мы прям, ну, видим там, что у нас провода торчат. Особенно ярко видно красный провод от аккумулятора. Если немножко уложить, его практически даже не будет видно. Салона как такого нету, но он тонированный. И, я думаю, там, через 5-6 выездов здесь все еще загрязнится, зашоркается. Вообще ничего не будет видно внутри. Ну, то есть, опять же, сделано на целом симпатично. Зеркала, кстати говоря, с отражателями. Опять же, смотрится очень неплохо. И, наверное, последний момент по поводу самих шасси. Смотрите, все внутренние узлы здесь у нас полностью металлические. То есть, все шестеренки, они прям металл-металл. Подшипнички, все на подшипнике, никаких втулок. Все подшипники, как показывает производитель, идут с прорезиненными уплотнителями. Но, важный момент, то, что... Это уже третий, я повторюсь, мне шасси РГТ. Да и очень много отзывов от людей. Смазки, как правило, ни в мостах, ни в коробке. Там нигде особо никогда нет. То есть, ее туда, скорее всего, как бы добавляешь, чтобы прям не по-сухому ходило. Но, как правило, ее там очень мало. И абсолютно все. Я, в том числе, рекомендую. То есть, после приобретения данной машинки. У вас там есть некий период гарантийный. Вы там ее попробовали, лайтово покатали, протестировали. Или, там, не знаю, какие-то препятствия. То есть, проверили, что у вас работает электроника. Проверили, что у вас там ничего не хрустит. То есть, все у вас замечательно. Но после этого обязательно мы прям полностью разбираем машинку. Снимаем мосты. Снимаем коробку. Добавляем смазку. И, при необходимости, проходимся по контуру герметиком, чтобы обезопасить от попадания воды и грязи там на наши узлы. В этом случае внутренние узлы у нас жить будут очень долго. Повторюсь, они металлические. Но даже металл, который работает по металлу на сухую, рано или поздно он у нас истирается. Он у нас подвержен большей нагрузке и быстрее будет выходить из строя. Поэтому сегодня мы сейчас, конечно же, пойдем, ничего не делая, потестируем данную машинку, попробуем, покатаемся. После этого будет отдельный обзор. Я обычно так и делаю. Сначала катаю, тестирую, а потом ее прямо разбираю. Покажу, как у нас там сконструировано. Покажу какие-то плюсы и минусы. Расскажу, насколько легко там или сложно разбирается. Насколько легко ли просто добраться до тех или иных узлов. Мы, соответственно, все это смажем. После переборки будет прям отдельное видео. Поедем ее протестируем. Посмотрим, насколько машинка начнет там ехать лучше или хуже. Потому что, как правило, добавление той же смазки, там даже вот в редуктора элементарно, позволяет немножко еще снизить скорость. Ну, шестеренки, они чуть больше, как бы, ну, там, за счет смазки, нагрузочки, медленнее ходят. Просто, как правило, я там где-то уплотнители еще добавляю. Ну, опять же, посмотрим, какая будет разница вот базовая сегодня. И уже после там вот обслуживания машинки протестируем там на 2-3 эси. Отдельно покажу, какие будут на них результаты. И, в общем, пойдемте покатаем данную модельку на базовом аккумуляторе, протестируем и покажу, как она у нас поедет. Ну, для начала давайте посмотрим, как она смотрится на белом снегу. Включаем, кстати говоря, подсветочку, не особо которую видно. Ну, она как бы типа светится, но ее не особо, конечно, видно днем. Вот впереди, видите, подсветка здесь. Можно так нажать еще раз, чуть будет даже светить, вот моргает. Вот так, просто, давайте, просто будет гореть. Проверяем по поводу плавности. То есть, вот, достаточно почищенная поверхность. Ну, нет, можно, наверное, помедленнее. То есть, вот, вот, самая медленная скорость. То есть, в целом, конечно, неплохо. Еще, давайте попробуем прямо тронуться именно. Вот, так вот, можно минимальная. Очень неплохо. Так, также назад. Аккуратненько, плавненько. Вот, рисковато. Можно, можно поехать медленнее, надо просто, опять же, на аппаратуре этот момент ловить. Вот, вот ведь сейчас тронулось прям неплохо. Ну, и давайте по максималочке. Трогаемся. Это у нас 2С. Первая скорость. Вот такая у нас максималка. Включаем вторую. Трогаемся. Ну, да, явно побыстрее. В целом, наверное, для трофейки. Вот и зарылись сразу. Зарылись, но у нас есть лебедка. Мы себя можем вытащить. Показываю еще раз. Вот такая у нас будет скорость. Медленно. Уверенно, конечно. Ну, очень долго. Поэтому, повторюсь, лучше, конечно, ее частично разматывать. И вон там крючком цеплять непосредственно за кузов. И смотрите, момент такой, что когда мы ее раскручиваем, мы уперлись до конца, так как у нас лебедка, она круговая. Теперь, соответственно, на эту же кнопку она начинает просто затягивать. То есть, вот это максимальная длина тросика на сегодняшний момент. Так, нашли за что зацепиться. Включаем лебедку. Не газую вообще. То есть, лебедка просто тянет машинку самостоятельно. Как видите, прямо через сугробы ее вытаскивают. Но если еще и газку дать, то вообще, во-первых, вода застряла. Сейчас лебедка натянулась. Все, мы выбрались. Нет, еще чуть-чуть. Отлично. Вот здесь цепляем. И потихонечку выбираемся. Теперь у нас включена вторая скорость. Также пытаемся плавно трогаться. Прям ловить, повторюсь, медленно. Но чуть-чуть более резко трогается. Да, вот такая вот минимальная скорость у нас на второй. Опять же, в целом, в целом, для коллекторной системы неплохо. Резина хоть и мягкая, но, видите, снежок. Она подзамерзает. Зацепа не хватает. Забралась. Так, ну, здесь мы садимся, конечно, днищем. И зацепа не хватает. Попробуем включить вторую. Чуть назад. Супер. Смотрим на выворот. И мы проехали. Ну, давайте вот прокатимся чисто на переднем приводе. Повторюсь, это скорее так, чисто фишечка. Тем более по снегу. То есть здесь проезд небольшой. Ну, по снежку уже проблема даже здесь. То есть задние не заблокированы. Но, по факту, видите, мы роем даже здесь. Включаем полный. Ну, тут уже, конечно, гораздо увереннее мы поехали. Сейчас накопаем. Там зацепчик есть. И это у нас вторая скорость. Сейчас, мне кажется, мы нароем. Давай, давай, давай. Кстати говоря, возможно, вот на 3С-е бы... Ну, вот опять же, давайте так. Летом плавности мы там... Ну, давайте, с 3С мы плавность в любом случае потеряли бы. Но вот, возможно, зимой как раз-таки 3С для данной машинки было бы и хорошо. Потому что, видите, очень много, что уходит на звук. Зацепа просто элементарно не хватает. И она вот просто зарывается. То есть, ей вот не хватает буквально чуть-чуть рывочка, чтобы туда заскочить. То есть, на второй скорости она едет там в 2 раза быстрее, чем на первой. Давайте, вот сейчас вот включаю первую скорость, покажу. То есть, вот такая вот у нас скорость первая. То есть, она даже до туда доехать не может. Прям, ну, видно, что не хватает. Так, ну, давайте попробуем маршрутик попроще. Как бы там нелегко, но должно быть попроще. Так, главное, да попроще еще доехать. Роет, а не едет нифига. Да, конечно. Многовато снега в Сибири. Опять же, пробуем вторую скорость теперь. О, на второй скорости. Молодец. Заскочил. Так, пробуем медленно. Оценивайте, как смотрится автомобиль у нас в снегу. Забыл, кстати, сказать, что расцветки у нас имеется три. Это зеленая, это желтая и, соответственно, красная. Так, предположим, нам здесь надо на месте развернуться. Включаем девюнит, нажимаем вправо. Видите, она на месте практически развернулась. Выключаем. Опять же, делаем это постепенно одно, второе движение. Немножко назад, вперед. И мы поехали. Ну, смотрите, мне вот по цвету, честно говоря, больше всего понравилась зеленая. Мне кажется, она так более... О, кстати говоря, неплохо. Естественно, так смотрится. Вот, мне кажется, для данного кузова цвет самый такой прикольный. Ну, опять же, чисто субъективное мнение. Вот, насколько я на просторах YouTube смотрел обзорчиков про данную машинку. В основном англоязычная, американская. И там почти везде она идет желтая. То есть, они прям очень многие, кто именно желтую используют. Ну, возможно, потому что самая яркая. Она действительно такой цвет насыщенный. Красная, вообще, по-моему, одного только видел. Зеленых практически тоже нигде не видел. В основном желтая. Но вот мне лично субъективно нравится больше зелененькая. Протектора уже, как видите, нету. Но, в целом, карабкается. Повторюсь, резина неплохая. Но, наверное, тоже для зимы не самая лучшая. Ну, давайте, в принципе, скажем, что, наверное, резина недалеко не самая лучшая. Но, в сравнении с тем же там крузаком 86-180 Pro, все-таки она, наверное, поприятнее даже для зимы. Потому что, что там, что здесь протектор бы забился, но это все равно резина помягче. Она даже, вот сейчас я пощупал ее, она ощущается мягче, нежели на тех машинках. Но все равно все равно она подзакалела. Зацеп стал хуже. Она, в принципе, справляется на таких относительно лайтовых препятствиях. Но, как бы, всегда хочется большего. То есть, вот здесь она практически, видите, не проминается. То есть, у меня на столе, условно говоря, я там в помещении по препятствию катался, пробовал. И там прямо видно, что резина проминается. Здесь же вот, сколько вот препятствий она даже куда-то упирается, практически нет. Ну вот, пытается, по пухляку роет. Лезет. По миллиметру. Класс, а? Смотрите, вот, пошла, пошла. Чуть зацепил. Ну, здесь, видите, пухляк не слишком глубокий. Вот, наверное, идеальный для ее масштаба. То есть, вот, вот, супер. Так, давай еще кое-нибудь. Вот, препятствия. Вот, ну-ка. Вот такие тут ходы у нас. Неплохо. Так, сюда попробуем. Зацепиться. Могет. Даже немножко вывесим ее. Вот так вот вывесилось. Смотрите, колесо у нас уходит. 120 колеса в арку вот в таких положениях прямо упирается. То есть, скорее всего, для нее это оптимальный размер. Можно даже посмотреть, наверное, побольше колесики. Но, не знаю, посмотрим. А вот задние ходы. То есть, вот видите, колесо у нас висит заднее. Вот этот элемент, который я говорил, предназначен для того, чтобы машинка лучше держала при максимальных скоростях. Если бы его не было, скорее всего, она у нас чуть ниже бы опускалась. И ходы смотрелись бы посимпатичнее. Повторюсь, в следующем видео с данной машинкой, я надеюсь, немножко потеплеет. Подождем там. Чуть у нас тут вроде тепло обещается. Может подтает. Как раз-таки какая-то будет небольшая грязь. Земля будет чуть побольше, чтобы был зацеп. Попробуем прямо на триесе. И попробуем вот этот элемент убрать. И посмотреть, какая будет разница именно в ходах подвески. Насколько это будет неплохо смотреться. Так, так, так вот. Вот эти опять же урываются. Но по миллиметру ползет. Вон помедленнее. Вот если даже помедленнее, но пытается даже прямо на сугробчик взобраться и ехать. Ну супер. Давайте максималочку. И полетел. Так, тут большое такое под углом посмотрим, как ты едешь. Получится тебя вывесить опять же. Давай, давай. Нет, хочу вот подобраться. Вот видите, даже здесь за арки цепляется. Вот так, в принципе, нормально прямо едем. На эту сторону сейчас. Оп. С такого положения выберешься? Не выберешься. Так, супер. Так, давай аккуратненько. Уй-юй-юй. Переборщил. Вот здесь, конечно, про... Эктора нету. Вообще зацепа нету. Ну, опять же, да, конечно, понятное дело, что... Нет, непонятно. Я думал, газонет. Получится, не получается. Так, ну давай попробуем тебе вторую включить. Поможет тебе, нет? Нет. И задний свес. Мы упираемся. Так, ну, воровым раскачать. Вот. То есть задний свес имеется, но он не очень большой. То есть, в принципе, видите, взобралась. Оп. Немножко газку и справились. Хороший подъемчик. Даже видна немного земля. Повторюсь, протектора, как видите, уже вообще нету. Но вот в подъем на адекватном зацепе, я думаю, проблем машинки точно не будет возникать. Давайте даже, наверное, вот сюда поедем. Тут более такой ответствененький. Сейчас еще, кстати, проведем, наверное, вот здесь попробуем развернуться. Вот так вот. И проверить, насколько у нас машинка неплохо едет под таким наклоном. Ну, в целом, в целом, для нее данный наклон не проблема. Что ж, данный тест, наверное, мы будем заканчивать. Достаточно длинный обзор получился, так или иначе. Немного покатали. Повторюсь, будет отдельный выезд там еще на 3С. Будет отдельный тест без этих задних элементов. Но, наверное, следующее видео, как я и говорил, будет разборка машинки. Посмотрим, что у нас внутри. Насколько там имеется смазка или ее отсутствие. Также там немножко, если нужно, там добавим где-то герметика. Ну-ка, зацепчик, зацепчик. Конечно же, покатаем еще машинку в разных условиях и на разных типах аккумулятора, разных препятствиях. В общем, не забываем подписываться на канал. Не забываем, что в описании есть ссылочка у нас на Telegram. Также оттуда анонсируем там выходы видео и какие-то новинки. Так что, в принципе, все. Всем пока. До следующего видео.